Добрый день! Сегодня, разумеется, о результатах выборов, точнее, о результатах в Барнауле, Рубцовске и Камне-Наби. Они, в общем-то, известны. Везде победила Единая Россия с результатом более чем 40% в каждом городе, а в Барнауле так и 50%. И вот, положа руку на сердце, ну кто ожидал иного? Вот эти самые 40 с чем-то процентов и есть главный, основной, ядерный, как говорят, электорат Единой России. Едва ли он будет уменьшаться в ближайшее время, но, собственно говоря, и перерастать-то ему неоткуда. Кстати, 40% это не 70, как в некоторых регионах. Это нормально. Единороссам все-таки пришлось поделиться с оппозиционерами местами в местных парламентах. В Камне-Наби Рубцовский и Барнаули в местные органы власти, кроме ЕР, попали все парламентские партии. В Барнауле еще и Рыжковский, РПР, Парнас. Больше всего оппозиционеры набрали в Рубцовске 28% КПРФ и Камне 24% Справедливая Россия. Я полагаю, что результаты каменских эсеров и рубцовских коммунистов достаточно велики. В отличие, скажем, от справедливцев барнаульских, чья предвыборная кампания, на мой взгляд, ну просто-напросто провалилась. В Барнауле другие герои. В Барнауле прошел, хотя и не без труда преодолел 5% барьер список партий РПР Парнас. Чем я господина Вытоптова и поздравляю? Как вы не знаете, кто такой господин Вытоптов? Еще я его поздравляю. Ну как же, господин Вытоптов это номер два в списке РПР Парнас. Непосредственно сразу после Владимира Рыжкова. И вот если Владимир Рыжков, как читают многие, откажется от дубского барнаульского мандата, то по всем законам депутатом должен стать этот самый господин Вытоптов почему-то людям неизвестным. Да и вообще надо сказать, что если РПР Парнас и преодолела 5% барьер, то вот этого не смогли сделать и одномандатники партии. То есть практически никто из них не набрал более 5% в городе Барнауле. Ну а в численном измерении это всего-то 200 с чем-то голосов. И мне кажется, что главная победа Рыжкова на федеральном уровне, именно благодаря этому единственному мандату Барнаульской городской думы, господин Рыжков сможет себя чувствовать королем среди коллег-лидеров оппозиции. Никто из них таким хотя бы одним мандатом похвастаться не может. А вот что касается, например, либерально-демократической партии России, то тут ситуация несколько двойственная. Ведь ранее ЛДПР особыми успехами на муниципальных выборах не блистала. Нынче ситуация иная. Как говорят с гордостью в партии, они приросли семью депутатами сельских советов, двумя районными депутатами и тремя городскими. Но с другой стороны, сами алтайские жириновцы результатами выборов весьма недовольны. Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Семенов заявил, цитируем, считаю, что сами барнаульцы проявили очень низкую активность. Именно поэтому все оппозиционные партии получили достаточно скромные результаты. Проигнорировав выборы, люди получили в гордуме подавляющее большинство представителей правящей партии. И это, конечно, не добавляет оптимизма. А реплика сегодня звучит так. Выборы прошли, но все только начинается. Вот в обозримом будущем нас ждет состязание за губернаторский мандат. Но оппозиция, собственно, может показать себя еще раньше, уже прямо сейчас. Не за это ли голосовали ее избиратели? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова